22 сентября на ТНТ возобновляются показы популярного шоу стендап. Комики снова будут шутить на самые разные острые темы, но только уже с новым ведущим. Новым ведущим шоу стендап стал Евгений Чебатков. Популярный юморист теперь не только будет шутить сам, но и займется объявлением конкурсантов. Интересно, что наряду с уже известными юмористами на сцене появятся и начинающие комики. Для Чебаткова это не первый опыт вести шоу, ведь он уже работал в проекте игра, а также концерты. Но ответственности от этого не меньше. Я и подумать не мог, что меня пригласят в качестве ведущего. И дело тут не в каком-то стеснении или неуверенности, я даже не смотрел в эту сторону. Когда вышел на сцену, волнение сразу ушло. Хотя это удивительно, ведь за кулисами, перед объявлением ведущего, меня нехило так трясло. Однако после того, как я вышел, все заиграло совсем иными красками, и я просто кайфовал. Удачно или нет, могут оценить только зрители. Но, мне кажется, что получилось самое главное, создать совершенно другое свое настроение шоу. Высказался Евгений Чебатков. Как стало известно Стархиту, в первом эпизоде нового сезона можно будет увидеть Гурама Амаряна, он расскажет про то, как провел лето и как его заставляли активничать. Про отпуск и путешествие порассуждает Гоша Рубайло, он поведает, как узнал много нового о попутчиках и их отношении к русскому языку. Зрители смогут посмотреть и на первого дебютанта нового сезона, Валеру Керакасина. У мужчины повышенная тревожность, а также металлическое сердце за 7 миллионов рублей. В выпуске также не обойдется без проблем мужчин за 30 лет. Попав в эту возрастную группу, комик понял, что сильно изменился и теперь начинать что-то новое для него крайне сложно. Завершит выпуск комикс Та Старовойтов, который привел Евгения Чебаткова в профессию. Любимец публики отрастил волосы, так как недавно расстался с возлюбленной. У него будет большой монолог про финансы и отношения мужчины и женщины. Отметим, что долгое время шоу увел Руслан Белый, которого после отъезда из России сменил Алексей Щербаков. Теперь настала его очередь уступить место Чебаткову.